Шалом! Вы смотрите новости на Первом Еврейском. Главное за 7 минут в студии Анастасия Воронина. Серия ударов армии обороны Израиля атакуют позиции Хамаса и Хизбаллы. Угроза суда власти ЮАР пригрозили арестом своим гражданам, служащим в Цахалии. Парящие бабочки и невесомые перья. В Москве открылась выставка художницы Ланы Лизаровой. Армии обороны Израиля продолжают проводить операции в секторе Газа, ликвидируя боевиков и нанося удары по террористической инфраструктуре. За минувшие сутки был уничтожен командир оперативного подразделения, участвовавший в краже гуманитарной помощи и доставке ее другим террористам. Помимо этого он руководил разведывательным центром, следившим за передвижениями израильских военнослужащих в Анклаве. Сегодня в США заявили, что администрация Байдена поддержит Израиль в ликвидации командиров Хамаса в Рафиике и в туннелях, если армия обороны избежит полномасштабного вторжения. Тем временем боевые самолеты ВВС Цахала нанесли серию ударов по военным объектам Физболы на юге Ливана. Власти Южноафриканской республики прегрозили арестом своим гражданам, служащим в Цахале. Участие в боевых действиях будут рассматриваться как нарушение норм международного права и причастных к совершению военных преступлений. Помимо этого, министр иностранных дел Наледи Пандор призвала всех участвовать в демонстрациях против Израиля и пикетировать в посольство государств, поддерживающих еврейское государство. А также поблагодарила Эль-Аль за прекращение полетов в ЮАР. Напомню, что в январе израильский авиаперевозчик объявил о приостановке обслуживания маршрута Тель-Авив-Юханенсбург в связи с резким падением спроса. Решение было принято на фоне иска с обвинениями в геноциде, поданного африканской стороной против Израиля в Международный суд Организации Объединенных Наций в Гаге. Кнессет одобрил законопроект, позволяющий выдавать удостоверение личности и паспорта через интернет, без необходимости являться в Бюро народного населения МВД. Это нововведение должно облегчить жизнь граждан в нынешней военной ситуации. А также, несмотря на острые взногласия и протест нескольких парламентариев, был утвержден проект госбюджета. Обсуждения и голосования состоялись после более чем трехнедельной отсрочки. Проект был скорректирован в соответствии с потребностями военного времени. В нем предусмотрены многочисленные сокращения расходов, что позволит передать часть средств для усиления оборонной составляющей. Мемориал Холокоста в парижском пригороде Дранси подвергся атаке вандалов. Власти французской столицы считают, что преступление было совершено на почве ненависти. Отмечается, что в 2023 году, в основном после начала войны на Ближнем Востоке, количество антисемитских действий во Франции, где проживает самая большая еврейская община в Европе, выросло в четыре раза. В то же время в Бруклине 15-летнюю еврейскую девочку избили на автобусной остановке. Неизвестный ударил ее кулаком в левое ухо. У пострадавшего возникла сильная боль и остался отек. Полицейские проводят расследование. В их распоряжении есть кадры с камеры видеонаблюдения. Возле автозаправочной станции в Негеве произошел ножевой теракт. По данным предварительного расследования, 22-летний житель бедуинского города Раат подкрался к 50-летнему мужчине сзади и начал наносить ему удары холодным оружием. Раненый сумел нейтрализовать террориста, но вскоре от полученных травм скончался сам. Полиция стянула на место происшествия крупные силы. Значит, розыск возможных сообщников террориста. Отряды быстрого реагирования в населенных пунктах Негева приведены в режим наивысшей готовности. В Москве открылась выставка художницы Ланы Елизаровой. Многие работы были представлены впервые. Что стало ее источником вдохновения для создания этого вернисажа, расскажет Лена Музык. Наивная художница и врач-офтальмолог. Познает человека творчески. Писать картины Лана Елизарова начала после успешной карьеры врача-офтальмолога. Через свои работы художница раскрывает свою душу, а на холсты она переносит ощущение счастья и легкости. Самая главная моя цель сегодня – рассказать миру, рассказать народу, людям, моим зрителям, которые будут смотреть на работы, что как бы мы ни стояли на ногах прочно, на нашей земле родной, все время нужно стремиться вверх, к небу, к солнцу, звездам, радоваться этой жизни, развиваться духовно. И я надеюсь, что у людей эта выставка вызовет небольшой отклик в глазах, в душах людей, и они поймут, насколько это важно. Живопись, как и медицина, исследуют природу и человека. Профессию врача-офтальмолога Лана Елизарова перенесла и в живопись, через технику. Художница использует длинные мазки, исходящие из центра композиции, множественными цветовыми лучами. Все это напоминает радужку глаза человека. Вы знаете, вообще я, что интересно, никогда не подхожу к холсту, если что-то не так идет. И, естественно, всегда на каком-то позитиве, на каком-то драйве. В основном сегодня присутствуют работы, которые родились летом. Катализатор явился мой сын в последнее время, который стал студентом. Он нас порадовал, нашу семью. И после этого, кстати, родилось крыло бабочки. И после него серия несколько бабочек, несколько перьев. Это в основном летние работы. Мама у нас очень, как мне кажется, добрый, искренний человек. И это также проявляется и дома. То есть она вот... Ну вот то, что можно заметить, какую-то нежность, может быть, какие-то краски вот в ее картинах, они, мне кажется, и выражают те эмоции, которые мама проявляет дома. То есть она вот какая с нами дома в семье, такая и с людьми вне дома. Вот поэтому могу сказать, что дома у нас тоже очень так же красочно, как и на картинах. Картины для выставки «Полет» художница писала, танцуя под легкие солнечные лучи. Работы Ланы Елизаровой дарят много тепла и света. Первые зрители выставки увидели образы, которые увлекают художника и погружают зрителя в мир красоты, сказочности и невесомости. Очень яркие впечатления от выставки, от работ, от того, что сегодня происходит. Сегодня происходит влияние этих работ и творчество на нас, на наше настроение. Это то, что мы сегодня испытываем. Одна из работ Ланы Елизаровой вошла в календарь, в еврейский календарь нашего фонда. И этот выбор был сделан совершенно логично. Не потому, что у нас мало художниц, но в сухих евреев. Потому что она яркая, потому что она личность. Личность – это то, что определяет настоящего художника с большой буквы. К этим сюжетам Лана Елизарова обращается ежегодно, доказывая, что тему природы и даже отдельных ее проявлений исчерпать невозможно. А образы бабочек, полевых цветов и перьев стали уже своеобразным кодом ее творчества. Лана, я считаю, что дарит наслаждение. Наслаждение в первую очередь цветом. Обратите внимание на перо. То есть, вроде бы, казалось бы, обычное перо. А посмотрите, как оно изображено. Какой цвет, какой колорит. И это действительно праздник для всех, праздник для нашего народа в первую очередь. Что у нас есть художники. У нас есть такой талант. У нас есть такой потенциал. И мы можем наслаждаться искусством. Мы можем идти вперед. Это очень важно. Работы художника дарят радость, вдохновение, наполняют красотой. И возвращают к мысли о том, насколько прекрасен и совершенен мир вокруг. Выставку мы ждали давно. Это всегда источник вдохновения, тепла, женственности, энергии, которые насыщаются на длительный период времени. Это всегда взгляд, который дает тебе силы видеть хорошее дальше. Видеть свет в этом мире, который, к сожалению, не бывает у нас без внешних проблем. Но внутри становится тепло, полно. Ты поднимаешься, выпрямляешь шоссенку и идешь вперед. Выставка «Полет» передает эмоциональный эффект, вызывающий настроение радости, идей блага и созидания, дарит надежду на лучшее. Это призыв к размышлениям о замысле творца, гармонии и о смысле красоты. Впечатление легкости, яркости, насыщенности. И наступающей весны, лето очень красочно и по-новому. Много новых работ. Серия «Перья» очень порадовала, удивила. Хочется несколько работ себе забрать, куда-нибудь повесить. И, ну, как художница, тоже хочется попробовать себя вот в таком направлении. Эта выставка – приглашение отвлечься, собраться с мыслями и погрузиться в невесомость. И последнее в интернет-магазине «Озон» можно приобрести издание, опубликованное медиагруппой «Первый еврейский». Среди них пять книг Торы, Сидура, Тефилат Азария, произведения еврейских мудрецов и словарь «Русский джури». Сделайте себе подарок, не выходя из дома. Медиагруппа «Первый еврейский» имеет собственное кинопроизводство. Глазами нашей съемочной группы можно увидеть историю евреев времен Второй мировой войны в Европе, а также узнать о жизни выдающихся евреев в разных уголках планеты. Все это вы можете найти в разделе «Документальные фильмы» на Первом еврейском. Это все на сегодня. Помните, каждый ваш лайк и комментарий продвигают наши видео. Будьте активны и подписывайтесь на Первый еврейский. А чтобы не пропустить новые выпуски, жмите на колокольчик. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова